Когда мы приходим на сцену жизни, вот в плотной одежде, в плоти, мы друг другу, мы говорим, смотри, вот когда я буду хотеть это знать, ты приди в мою жизнь и пробуди меня к этому сознанию. Слушай, вот когда я там заблужу среди трёх сосен, ты приди и подай мне руку помощи, а я тебя буду потом возносить, и ты будешь героем моей жизни, потому что ты мне помог. То есть мы делаем все друг другу услугу. Я играю какую-то роль, этот человек приходит, помогает мне осознать, где у меня некорректное убеждение, он вызывает во мне напряжение, это напряжение меня заставляет выйти из этой роли, и если мы понимаем этот процесс, мы быстро выскакиваем. Но зачастую очень часто бывает, человек заигрывается в роли и может три, четыре, пять воплощений играть одну и ту же роль, как бы забывая о том, что он сценарист. То есть наша задача всё-таки уходить в сценарную будку. Творческую мастерскую духа я это называю. Я очень полюбила там бывать. Иногда, когда у меня есть время, я бываю по три, по четыре часа в этой творческой мастерской духа. Я спускаюсь туда, творю реальность и уже выходя оттуда, знаю, что реальность я сотворила. В моей жизни очень много было таких ситуаций, когда ты меняешь просто декорации. Меняя декорации, ты меняешь, увольняешь одних актёров, нанимаешь других актёров и корректируешь свою жизнь в соответствии с тем, как ты хочешь это видеть. Я понимаю, что для многих это кажется каким-то абсурдом. Почему? Потому что мы идентифицировали себя с ролями. Например, какая-то женщина сейчас играет роль обиженной женщины, но она это только в роли. И у каждой роли есть свои силы и слабости. Например, благодаря тому, что она играет эту роль, слабость этой силы, она находит таких же подруг, как она, они вместе страдают, там плачут друг другу в жилетку и рассказывают, какие мужчины там плохие. И таким образом есть возможность осуждать мужчин, презирать мужчин, быть противостоянием с мужчинами и играть вот такую роль. У меня было в прошлом воплощении, в одном из прошлых воплощений, я очень хорошо помню свои воплощения, как у меня получилось, что я, видимо, захотела в прошлых воплощениях помнить, в четырёх лет у меня была память очень многих воплощений, периодически они какие-то всплывают, у меня лет двенадцать всё время было ощущение, что мужчина задушил меня, и меня эта картина преследовала, пока я не поняла, что это одно из прошлых воплощений, которое закончилось в моей жизни. И там тоже были важные подсознательные причины. Если интересно, могу рассказать, ставьте плюсик, расскажу. И вопрос, нравится ли тебе роль, которую ты сейчас играешь.